Благодарю. Благодарю. Ликуй ныне, веселись и сегодня, и ты же чистая, красуйся, Богородица, восстанье Рождества Твоего. Слава Своему, Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Воскресе измертое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей, Аматери, силы счастного, Житворящего Креста, святых ангелов наших хранителей. И всех ради святых помилуй, спаси нас, яко благо есть и человека любис. Аминь. Боже, милости, будь негрешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Христос воскрес из мертвых смертью, смерть поправ, и сущим во гробе живут дарова. Христос воскрес из мертвых смертью, смерть поправ, и сущим во гробе живут дарова. Христос воскрес из мертвых смертью, смерть поправ, и сущим во гробах живут дарова. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззакония наши, святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Отче наш, Сущий, на небесах, да светится имя Твое! Да приедет Царствие Твое! Да будет воля Твоя на земле, как на небе! Хлеб наш, Сущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим! И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава веки! Аминь! Аминь! Встав после сна, преподаем к стопам Твоим благе, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильной! Свят, свят, свят ты Божий! Молитвой Богородицы помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! С постели от сна Ты поднял меня, Господи! Ум мой, просвети сердце! И открой устам, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица! Свят, свят, свят ты Божий! Молитвой Богородицы помилуй нас! И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Внезапно пройдет судья, и деяние каждого обнаружится! Со страхом воскликни в полность! Свят, свят, свят ты Божий! Молитвой Богородицы помилуй нас! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне, всегда, и во веки веков! Аминь! Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогнился на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою и открою стамы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда, и во веки веков! Аминь! Аминь! Придите поклонимся Царю Нашему Богу, придите поклонимся и припойдем ко Христу Царю Нашему Богу, придите поклонимся и припойдем к Самому Христу Царю и Богу нашему. Салом 77. Салом 77. Салом 77. Салом 78. 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 Салом 79. Салом 79. Салом 79. Салом 79. Салом 79. Салом 79. Салом 78. Салом 79. Салом 79. «Восстав от сна, я посреди ночи приношу тебе песни спаси, припадая к стопам твоим, взываю к тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего перед тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня». «Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к тебе, и по милосерии твоим принимаю за угодные тебе дела. Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, видев царство твое вечно, ибо ты, мой Творец и источник и податель всякого блага, на тебя вся моя надежда, и я возношу тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь». «Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время эти ночи провести без напасти всякого вражеского зла. ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня присвяти Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь». «Господи Вседержитель, Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наших, которой мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам за бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здесь, в нерземной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется слава за их каждому по делам Его, да найдет он нас не лежащими, не сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимо радость, видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты, истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, в Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешно, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себя посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, ко Господу, чтобы Он твердил меня в страхе Своем и соделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Володица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, уроченного ума моего. Не погаси пламень страстей моих, ибо я ничьи слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, свободе от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов. И Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Ольга, Виталий, Екатерина, Игнатий, Юрий, Марина, Роман, Сергий, Татьяна. Мы мусерно к Вам прибегаем, как к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева Радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твоих. Посети их, укрепи силой Твоей, дару им здравие и спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. И прости им все грехи, вольные и невольные, дары им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцев и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Ангела Вапияша благодатней, чистая Дева радуйся, Ипаки реку радуйся. Твой Сын воскресе три днями над гроба, и мир Твои воздвигнули. Люди, веселитесь. Святися, святися, Новый Иерусалимец. Слава Бога Господне, на Тебе воссия. Ликуй ныне и веселися сегодня, Ты же чистая, красуйся Богородица. А в восстании Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, удостои их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьяволов, многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоли Твоего Пречистой Матери и всех святых. Приведи их к тихой пристани Твоего Речного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Аминь. Господи, Боже наш, возри на детей наших вниз. Пошли на них духа премудрости, разума, благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости и Тебе слава возносим всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь Игнатий. Спасибо Господи и помил отца моего духовного, родителей, 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 владителей, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия и Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима и Зосима, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, митрополита, Тихона и весь священнический и иноческий чин. Понимаем ли еще священник, если угодно тебе? И защита, служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, смири власти воинства их, навели страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей и сохрани их от покушения на них Владимир, Демитрия, Дональда, Рамзана, Владимир, Александр, Дагена, Амана и И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, Господи. Ищи нас ценить это мирное время, благословляя Твое чудное и дивное имя и дела Твои. Приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас в этот день от всяческого искушения, зла, греха. Защити и сохрани нас, и селения наши от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серафима. Владимиру дай веру, обрати его, благослови Людмилу, любовь Владимира, Владимира, Алексея и Иосифа. Приши добрые жители с детьми, знающими Слово Твое, любящими послушание Твоей. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Валентину. И всех побуди на благовестие. Дайди новые души. Спаси и помилуй Надежду, Валентина, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению. Михаила, Нину, Романа, Анну, Юрию, Пьездру, Рахиль. Александра, 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 Сергея, 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 Екатерину, Екатерину, Галину. И самире даруй добрую веру в Тебя, Господа, как Второе лицо Троицы. И Романа найди, где он есть, Господи. Избавь от духа лжи, заблуждений и упрямства. Не дай ему погибнуть, а добрые дела и водопридут на память перед Тобою. Марина, благослови. И нас помилуй, милости Твоя ради. Возри на угрозы врагов, на их поношение. И не дай желаемым в исполнении их злых желаний. И защити нас, и примири их с нами. И в судный день непоминимых безумия. Максима, Александра, Александра, Сергея, Виктора, Алексея. Ты знаешь, Господи. Благодетели наших благослови. Елену, Людмилу, Миранилу, Евгения, Наталья, Юрия, Эдуарда. Надежду. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Найди отступник от Николая, Михаила, Александра, Юлию. Не дай им погибнуть в ожесточении сердца. И от пьянства избавли. Павла, Михаила, Андрея, Владимир, Александра, Игоря. Найди все наше родство. И дайте, Валентину, Ирину, Ирину, Татьяну. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Посети болящих. Дай силу перенести страдания. Не возроптать. И пошли мы исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Нианилу. Татьяну, Татьяну, Татьяну. Валентина, Валентина. Анна, Мария, Александра. Анастасия, младенца. Помилуй. Путешествующих Раиса, Льва, Виктора. Благослови Лидию. И найди Стива и Жасца, собрати. Избави его от злая Алексея. Клиненного врагом. Освободи из плена. Дай ему веру твою святую. Не предрассудки человеческие. Не выдумки. Но по слову твоему жизнь. Благодарю тебя за все твои милости. За друзей и за врагов. За здоровье и за болезни. По твоему благоволению. Все это может оказаться на пользу. Слава тебе за прошедшие дни. Ты расположил в сердце митрополита Сергия. Прибыть к нам. И ты показал божественную твою любовь через него. Еще более. Слава тебе. Господи, сохрани это наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пути трудящихся. Игоря, и Юлия, и Дмитрия, и Виктора. Андрея, Андрея, Сергея, 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 Сергея. Сыне Божий. Помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Слава тебе наш Бог и Его, Вавва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савао. Вся земля полна слава и Валилуя. Слава Вышних Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Валилуя. Благодарю тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в тебя, этот дар неба. Страх пред тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. И в вечности войзай всем, кто трудился над возрастанием моей души в тебе, Мария, Степана, Александра, Михаила, Анна. Амилуя. Посети заблудших, замерзающих, пытаемых и убиваемых детей твоих. Укрепи их, дабы никто не отрекся от тебя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. И вечности воздай всем, кто помогал нам в наших путешествиях. Павла, Зинаиду, Владимира, Надежду, Людмилу, Дмитрия, Сергея. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешне. Благодарю тебя, мой добрый ангел, сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу тебя, мой ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет раздущаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшной непонятной. И веди ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Ян Христитель, претеща Христу, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить из бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным. И каждому дару и жилье Сергея Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, моли Бога о нас, да укрепит нас Господь, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Тво нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел с отделанной в духе святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престола Божия предстоящего, святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марка, Лука и Иоанн. Да укрепит Господь народ свой и дай жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский и Устинский, философ, Космай и Дамьян Андреев, Тротилат и Иерон, мученик, Клемент Римский, Клемент Анкирский, Анкирм, Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, заукрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру в старшие родители за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Эфрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий и Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадт, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, и все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли ритиков разрушь и мечта преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла первомущевица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Мария Магдалина, Мария Египетская, Престила и Атела, Андроник и Юния, Киприяна Вустина, Дарует Господь послушание и молчание, целомудрие, и стыдливость, и сохрани их Господь от всяческого поругания, и справь непокоривость в Галины семейства Евгений, Надежда, Надежда, Светлана, Мария Раиса, Юлия, Людмила, Иоанна, и прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас, во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради Иисуса Христа, умершего за грехи наши на Голгофском кресте. Услыши нашу молитву, спаси и помилуй всех, заповедавших нам молиться о них, ради пролитой Твоей причистой крови. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро, Христос Воскрес. Аминь. Доброе утро. Завтра последний раз приветствуемся. И дальше надо запомнить. Доброе утро. Завтра последний раз. И уже вместо святися, опять достойно считается. А где Христос Воскрес, тут не будет Царю Небесному, ничего не будет, просто пропуск. Десять дней. Мы благополучно побыли по Теряевке. Сегодня выставили, мы снимали с двух сторон. Я с южной стороны во окна стоял. Ну, что там у меня? Не подряд всего. Кринки трясутся. А с северной стороны, там, где зал, где школа, Володя снимал, хорошо снял. Я сегодня посмотрел опять. Один час пятьдесят минут. Пятьдесят одна минута. Без малого два часа. Посмотрите, как идет богослужение. Тут все предсказатели были. Никогда больше к вам митрополит не поедет. Вы такие, такие. Приехал опять. Приехал не просто так. Дальше какие там подарки мы давали, книги. Я вчера ему звоню. Он радостный такой откликнулся. Ну, не хватило. Для слова Божия нет ус. Я священники, которые были, ему подарил благодатью Божией трехтомник Нового Завета. А истинного православия нет. Батюшка пошел, свой там первый выпуск дал. И кому дали? Володя уже ушел к машине, вернулся и у всех отобрал. Давай другим давать. Вот этому надо, вот этому. Ну, я говорю, что сделаешь? Едем в город. Я не думал, что у меня там нет. А там без меня, видать, раздали. Ну, вчера я на крышу тут голубям лазил, а там у меня склад. Я оттуда лазил-лазил, думал, упаду. Ну, вот все-таки снес. И болящая Татьяна пришла, Капустина тут маленько помогла, в руки брала. Ну, я позвонил владыке-то, сказал, он радостный такой, а я сейчас машину пришлю. Ну, и правда, приехал, я не знаю, он священник или кто, секретарь. Ну, такой радостный. Я ему подарил, милостью Божией, три пачки. По восемь. Трижды восемь, двадцать четыре. Двадцать четыре книги к истинному православию. Вот так. И сегодня ночью полностью уже загрузили почти все ролики. Снимали много, в разных местах. Ну, просто замечательно. Вернулись все живые, здоровые, благословение такое. И эту гликерию там оставили. Ну, девчонка пять лет. Она тут что, живет, мать такая, а отец там бросил их. Да все, матерки дома. А тут другое. Но она очень подвижная, ей надо укороту давать. Обед был, а там посадили рядом с ней и в Тихие. Ну, я не знаю, год ему или сколько. Она его замучила, там ему в рот все толкает. Такая ревностная. А в храм пришли, в ней силы нет. Она сразу уснула. Там в вечерне была. А все-таки батюшка говорит, иду я. И она, батюшки или как говорят там, Люба шли, она к ним вышла на улицу и говорит, а вы знаете, что Игнатий Тихонович-то уехал. Ну, говорит, да знаем. А кто старший в деревне? Это не знаете. Я теперь старший в деревне. Батюшка говорит, вот я не знал. Это новинка для меня. Ну, вот все, что сделаешь-то. А то говорят, умрем мы, все развалится. Да еще себе. Пятилетие дети, и те уже перехватывают инициативу. Вот так интересно. Ну, вот я, зачем я вернулся? От этой недели мне продукты привезут или нет для людей. Вчера звонят, еще два человека, собираются на крещение у нас, полным погружением, в озере седьмого июля к этому времени. Вот отовсюду столько радостных известий. А я что там приехал? Голубям. А это из Америки-то вовремя успела. Лидия Ефимовна, Муранова-то. Мне тоже на Голубя неохота посмотреть. Она еще в программу записала себе, ну и все. А это Алена меня возила на машине. Сидит вот такая она, худенькая, как тростинка-то, в руль сцепилась. Я гляжу, какая скорость? Я гляжу, 100, 120, 140. Я ей через плечо уж потихоньку, Глянь, еще уж так, это быстро-то. Ведь машина не один раз перевернется, если еще не так. Ну, она сделала там 138. Интересно. Должны были переехать сюда. Оттуда сцеплялись. Ну, садить некуда людей. И вдруг батюшка явился и говорит, а зачем вам ехать в Барнаул-то, который из Омска-то? Вам в другую сторону надо ехать. А тут вот одна пишет, собирается прилететь, девчонка с Дальнего Востока, с границы. Еще надумали. Самолеты идут на Москву, отсюда долететь до Москвы, а оттуда уже с аэропорта в Барнаул. То есть 7 тысяч километров лишних. Табачка говорит, а вы что, с ума сошли, что ли? Я тогда говорю, на перехват до Новосибирска дождаться или поездом ехать. Ничего себе стремятся так. Ну, были новые люди. Много потеряешься, приехала. Это все за трапезу сделали в одном помещении и детей перенесли сюда. Ну, и протиснуться-то негде. Ну, и мне, как всегда, владыка предоставил слово, слово. Но я ему говорю, владыка, тут придется сидеть. Вот вы говорите, двери, двери, премудростью вон, кто у двери стоит? Закройте дверь, чтобы ни один не вышел, пока я не хочу говорить. А владыка широко улыбается, сидит. Я говорю, в первую очередь, мы сейчас покажем антиномии, парадоксы. Такая книга была. Очень знатный человек был, Дмитрий Дудко, священник, он семь лет отбывал на каторге. И вот он об этом пишет. Но и он, говорю, про это не написал нигде, что за парадоксы. Я не считал ни одной проповеди. И стал говорить. Я говорю, вот семь мест писания, а что означает цифра? Семь объяснил. Это вы сегодня посмотрите слово. Я говорю, это первое выступление, а второе рядом будет. Вы слышали Зоина стояние с иконой? Она когда танцевала и застыла, не могли снять. Ну, слышали, но мы не знаем, правда нет. Сегодня будет живое стояние Нины. Они не поняли. Я Нину Жовнеру, как ее выгнали из храма, не пускает в храм. И она 4 года стоит на улице, ее дождь мощит, а зимой валенки протаивают до земли. Священник там неизлюбил ее за то, что она с нами знается. Она говорит, ну как я могу не знать это? Я на Игнатьевых занятиях пришла к Богу в университете. И как я могу? А он ничего не слышит. Это село Клочки, Ребрихинского района, Алтайского края. Чернодаров Игорь, теперь он Спиридоном стал. И Владыка слушает, я говорю, она к вам, и она сама говорит, и с такими, как бы, с сдерживаемым рыданием. Я ничего, говорит, не прошу. Я сказал, нет, как Богу угодно. Она к тому, кто севал, здесь, поняш, с Украины прислали епископа, мгновенно объявил нам войну. Прямо сразу же. Сколько было священников ездили, запретил всем. Вот это Украина все, какую ненависть несет она сюда, ужасно просто. Перестали. Пригрозил, ну, выкинет, выгонит, за то, что к нам приезжают. А приезжает, когда митрополит. Они ему подчиненные, они взбесились, я просто, другого слова не нахожу. И запретил всем. И ни одного священника с той стороны нету. Сколько лет устанавливали дружеские отношения. Что ему? Зависть. У него никогда этого не будет. Такой радости, такого порядка, чинности, тишины. Никогда. Да и нигде нет этого. Нигде. Даже по-русски. Кто тут говорил за русский язык? По-русски давай, по-русски, по-русски. Ну, вот теперь смотрите. У нас богослужение было. По-русски считают все библейское. И никто и не заметил этого даже. Почему остальное поется по церковнославянски? Ну, понятно же, Христос воскрес из мертвых там и проще. И заметьте, без шероховатости. Ни соринки, ни задоринки. Нигде. Как вот, посмотрите, это богослужение идет. Вот это золотая середина, о которой, нет, давайте все по-русски, по-русски давайте. Мы это все отшибли бы. Приехали священники, ни один считать не может. Петь не могут. Надо думать о большем. И мы не потеряли, мы на сто процентов выиграли. Мы прошли золотой серединой, этого держимся. Не снахальничали. Ничего не изменили. Я еще раз повторяю, будьте осторожны. Не надо. У нас церковнославянский язык главенствующий, но мы сделали так, что даже незаметно его все по-русски. И в то же время никакой смуты нет. А если псалмы библейские поются, тогда по-церковнославянски. Вы сами подумайте, насколько это было мудро Богом показано, не наше это. И вот еще раз доказательство, вот это полная литургия. И священники, и прислужники, и диаконы, ну, возрасты, будут они по-русски делать. Какие? Вместо меня? Еще это изменится? Еще не изменится. Хотелось сказать только, те, которые перегибают. Вы знаете, сколько сегодня всякого зла в церквах. А у еретиков через барьер все льется. А кто первый сделал? Мартин Лютер, 1517 год. Хорошо сделал? Самое большое дело, какое сделал он, по моему мнению, перевел библино-немецкий язык. А дальше-то что пошло у них? Сами начали толковать. Святых отцов не принял. И теперь все гомосексуалисты, все садомиты, священники, это все оттуда идет. Самое злостное, самое противное, глусное, все идет оттуда, от протестантов сегодня. И женщин там, священники ставят. А какие они, священники? Это женщины-то. Даже и в апостолах их не было, нигде ни одной женщины. Ну, вот так вот. Так что здесь тоже есть память такая. Вначале по-русски даже были обновленцы. Все по-русски было. И чем кончилось? Полным предательством дела Божия. Предали патриарха Тихона. Священников предавали тысячами. А все по-русски. НКВДшники, КГБшники. Так что держаться той середины, на которой мы остановились. Где нас никто не упрекает. Мы это делаем с разрешением. Приезжает митрополит. Дается Евангелие. На русском языке считает их диакон. Сначала он как-то робко читал, а потом длинное было. И все хорошо обошлось. А то начали судить. Вот не так. А давайте. Ну, давайте. Делайте это. Экспериментируй. Но не на этой общине. Наши общины, благодаря нашему благоразумию, Господнему, который он дал, мы не перешли эту грань. Мы не сделались негодными постылами, а любимыми. А это стоит чего-то. Все, я отхожу. Благодарю за внимание. Я попутал пока. Сергей не начал. Может, вопросы какие есть. На этой неделе. Последнее у нас будет, может быть, в субботу или пятницу, как Сергей скажет. Но в субботу я уже уезжаю на 4 месяца, если Господь благословит. Вот. Надежда Васильевна тоже уехала. Но сегодня, или еще должна вернуться. Тут она, бывшую нашу квартиру, ну, мы ее подарили тут одному. И оформляет документы. Ну, никак не могут. Там берут деньги, а ничего не делается. Или делается, да плохо делается. Не знаю. И она нужна. Тут она везде помогает, там, знает начальствующих. И вот, вот еще один, я говорю, пример мы увидели. Как нужно благоразумно, и все. Не нахрапом. А я бы сделал. У нас был один тут, Жалтухин Александр, священник. Да батюшки нет, он давай. Кому на русском, я буду на русском. А на славянском, пусть батюшка. Забегал по дворам, то другое. Ну, а еще. Батюшка приехал и разобрался. Давайте две литургии делать. А вытащим престол сюда посередке. В двери не пролезет. Ну, и к чем кончал? Он ничем. Все бросил, уехал. И в семье ковардах, и в церковь не ходит. Я знаю, чем кончается. Он ко мне приезжал вроде. Да зачем ты это делаешь? Ты пришлец, ничего не трудился. Тебе батюшка доверил в Рубцовск ездить, прищищать, здесь послужить. А он дальше полез. Почему? Потому что нехристианская жизнь. Совершенно нехристианская. И в доме, как говорят, шалман. Шалман. Гибель. Работать детей не приучают. Подарили тёлок, тёлка. Ну, как говорится, незамужняя корова. И они беременные были уже. То есть стельные. Ну, и дальше-то развивай. Овечек дали. Подарили, когда разбогатеешь, тогда такие же тёлки подаришь пришельцам, новые, которые приедут. И он ни слова не говоря, ночью поколол их всех. Все так и ахнули. Вот оно гридеется. А давайте по-русски. Да ты в доме наведи порядок. Поколол всё. Всё, ничего нету. Картошку покопал, а в семье семь детей. А картошка в поле остаётся. Как так? А нам хватит. Да как хватит-то? Поросять держишь и кормить надо. А девчонка и сказала, а нам там, где были раньше, приходили верующие, копали. А девка на выдание. Да щёшь к вам приходить, как не стыдно. У нас отец без руки был, без руки левой. Десять ребятишек. И чтобы к нам кто-то приходил, со стыда бы умерли. С пяти лет уже все работали. Что могли? Кто тащил, кто на поле. Картошку копать и проще. Так что за этим, когда лезут, давай вот это, непонятнее, это леность. Кое-что можно и выучить. Слова-то простые. В животе. Ну, живот жизнь. Запомни. Кроме твоего живота ещё жизнь есть. Паки-паки. То есть опять и опять. Снова и снова. Я к тому прошлому разговору как был. Ко мне вопросы. А то я сейчас буду заниматься по хозяйству, готовить. Я же один. Нету ничего. Ну и с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжаем чтение книги К истинному православию Игнать Тихоновича Лавкина Гордость папства Выписки из книги Киль Джон Операция Троянский Конь Перевод с английского Бунича Санкт-Петербург Интерстрат сервис 1992 год 320 страница Страница 264 Цитата В 1915 году Четыре девочки Пасли овец В окрестностях Кабека В Португалии И увидели, если верить сообщение Белую фигуру, Парящую в воздухе Она словно Завернута Она была словно Завернута В простыню Не было видно Ни головы Ни рук Рассказывали девочки Своим родителям Еще дважды В то лето Девочки видели Белое Безголовое Существо Имя одной из девочек Лучия Эбобера Она родилась 22 марта 1907 года Ей суждено было Сыграть одну Из центральных ролей В потрясающей Драме Которая За этим Последовала Летом 1916 Года Лучия Эбобера С несколькими Другими Детьми Играла Неподалеку От лесной Опушки Неожиданно Они увидели Яркий свет Над вершинами Деревьев Когда свет Достаточно Приблизился К ним Он принял Очертания Человеческой Фигуры Позднее Дети Рассказывали Что Прозрачный Юноша Лет 14 15 Приземнился Недалеко От них И объявил Не бойтесь Я Ангел Мира Молитесь Со мной Дети Опустились На колени Перед Прозрачным Юношей И молились До тех пор Пока тот Не растворился В воздухе Цитата Ныне Суд Миру Сему Ныне Князь Мира Сего Изгнан Будет Вон Еще Цитата Уже Немного Мне Говорит С вами Ибо Идет Князь Мира Сего И во Мне Не Имеет Ничего Еще Цитата Эта Цитата Из Евангелия От Иоанна 12 Глава 31 14 Глава 30 Стих 16 Глава 11 Стих «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» 2 Петра 2.4 «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света» 2 Коринфянам 11 глава 14 стих Примечание Игла Через пару недель ангел опять появился перед той же группой детей на том же месте, и они вновь вместе молились Первоначальный контакт был налажен, сцена оказалась подготовленной для дальнейших событий Кавычки закрываются Страница 266 Открываются кавычки опять 6 апреля 1917 года Соединенные Штаты Америки официально вступили в войну Месяцем позже, в воскресенье 13 мая, 10-летняя Лучия Эбубера, 9-летний Франциско Марто и 7-летняя Джансита Марто, гуляя в поле у деревишки Кова да Ирия, расположенной вблизи города Фатимы, Португалия, видели в ясном небе вспышку яркого света Подумав, что это молния, дети бросились под прикрытие большого дуба, но остановились в изумлении, увидев парящий на трехфутовой высоте яркий шар светло-зеленого цвета, а внутри шара существо, сверкающее белой мантией с лицом, на которое больно было бы смотреть из-за исходившего сияния Не бойтесь, я не причиню вам вреда, сказала существо мягким мелодичным голосом Испуганные дети спросили ее, голос был женским, откуда она появилась Я прибыла с небес, ответила она, и прошу вас приходить сюда в течение шести месяцев каждого тринадцатого числа в это самое время Тогда я скажу вам, кто я и чего хочу После этого я явлюсь на землю в седьмой раз Она попросила их ежедневно молиться прекрасной деве за мир на земле Затем шар в полной тишине стал подниматься и исчез Примечательно то, что только Лючия и Джан Сита слышали голос Что же касается Франциска, то он хоть и видел объект, но не слышал ничего Тринадцатого июня дети снова направились в кода Ирию Их сопровождала, держась на почтительном расстоянии, небольшая группа паломников Одна из свидетельниц, Мария Карейра, заявила Что когда дети неожиданно опустились на колени и стали разговаривать с невидимым существом Она лично не видела ничего, но слышала странный звук, похожий на жужжание пчелы Согласно многим показаниям, звук, похожий на жужжание пчелы, часто исходит от низколетящих НЛО Тринадцатого июля крестьянин по имени Ти Марто сообщил, что он слышал звук, похожий на тот, что издает овод, залетевший в пустое ведро Лючия ответила словами Пресвятой Девы Продолжайте ходить сюда каждый месяц В октябре я скажу вам, кто я, чего хочу и совершу чудо, которое заставит поверить в меня каждого Еще цитата Когда ночь озарится невиданным светом, знайте, что это великое знамение, которое дает вам Господь, желающий покарать мир за его преступления Чтобы предотвратить грядущие несчастья, я попросила Господа наказать только Россию Если моя просьба будет удовлетворена, Россия будет наказана преобразованием и на земле наступит мир Но молитесь за Россию Кавычки закрываются В августе дети были арестованы властями и содержались некоторое время в заключении 13 августа шеститысячная толпа собралась на заветной поляне Согласно свидетельствам очевидцев, яркая вспышка света озарила небо И нечто напоминающее маленькое прозрачное облачко стало медленно снижаться и повисло над вершинами деревьев В этот момент лица стоявших в толпе осветились яркими многоцветными огнями Дети были освобождены и пришли на поляну Через месяц, 13 сентября, дороги, ведущие в Ководе Ирии, были забиты паломниками, священниками, монахами, нищими и огромным количеством зевак В этот день в толпе, среди прочих, находился доктор Манюэль Муньез Фремигао Настоятель кафедрального собора в Лиссабоне и профессор духовной семинарии в Сантореме Позднее он писал, что когда дети впали в транс, в совершенно безоблачном небе слегка померкло солнце Однако настоятель не заметил светящегося огненного шара, о котором заявляли другие свидетели Вплоть до этого времени Пресвятая Дева никоим образом не давала понять, кто она такая Около 70 тысяч человек собрались в Ководе Ирии 13 октября 1917 года в ожидании обещанного чуда Многие были с фотоаппаратами, а хроникеры даже с примитивными с ручной перемоткой кинокамерами Погода была очень плохой, шел проливной дождь Поле превратилось в море грязи, толпа стояла под зонтиками Дети вместе с родителями спрятались под небольшим деревом и ждали Вскоре после полудня Лючия тяжело задышала и ее поднятое вверх лицо восторженно осветилось, когда она начала впадать в состояние транса Появилась Пресвятая Дева, которую стоящие в толпе естественно не видели Дети заявили, что на этот раз она держала младенца на руках и назвала себя Матерью Божьей «Война скоро кончится», сказала Дева, «и солдаты вернутся домой» Война продолжалась еще год Внезапно, издав крик ужаса, многотысячная толпа повалилась на колени прямо в грязь Огромный серебряный диск, быстро вращаясь, пробил низкую облачность и стал снижаться Хрупкие пряди серебряных ангельских волос посыпались с неба и быстро растаяли, прежде чем кто-либо сумел их подобрать Объект, подпрыгивая вверх и вниз, плясал под кромкой облаков и, завращавшись быстрее, начал быстро менять цвета Затем, резко снизившись, он пронесся над охваченными ужасом людьми и снова набрал высоту Подобные маневры продолжались более 10 минут За много миль от Фатимы свидетели наблюдали тот же самый объект И в Сан-Петро-де-Моэле, и в Альбу-Рите, и в других местах Священнику Игнацио Лоуренцо объект показался похожим на снежный ком, вращающийся вокруг своей оси Самой Фатиме в толпе наблюдавших находился известный ученый из Койбрского университета Профессор Альмейда Гарретт, который позднее писал Объект выглядел подобно диску с очень четкими контурами Диск был похож на хорошо начищенный металлический предмет Этот диск неожиданно начал разворачиваться, вращаясь все быстрее и быстрее Внезапно толпа издала вополь ужаса Непрерывно вращающееся солнце, изменив цвет на кроваво-красный Камнем устремилась к земле, угрожая раздавить всех своим страшным весом Волна горячего воздуха пронеслась над ошеломленной толпой Мгновенно высушив их промокшую до нитки одежду Этот инцидент был тщательно расследован О нем написано большое количество книг Однако ни в одной из них нет фотографии объекта А ведь в толпе было очень много фотографов, направивших в небо объективы своих аппаратов Что же случилось со всеми теми фотоснимками, которые они сделали? Куда девались километры от снятой кинопленки? Я приложил немало усилий, чтобы обнаружить фотоматериалы Но не добился успеха Можно только предположить, что все они собраны кем-то И хранятся за семью замками в каком-нибудь секретном архиве Поскольку в этом уж никак нельзя обвинить ни ЦРУ Ни наши военно-воздушные силы Но кто же тогда конфисковал эти фотоснимки? По прошествии многих лет миф о солнце стал отходить на второй план И все больше удаления делалось на святости трех детей Серебряные ангельские волосы в современной литературе описываются как лепестки роз Страница 270 Чудо, происшедшее в Фатиме, не было случайным контактом Скорее наоборот, это была тщательно запланированная и не менее тщательно проведенная демонстрация Доктор Джек Велли, Антонио Ривера и другие известные исследователи НЛО Много писали об этом Исследователи старательно проигнорировали все предвидевшие инцидент события Проигнорировали все предварявшие инцидент события А предшествовавшие события были гораздо более важными, чем наблюдение над самим объектом Дети получили строго католическое воспитание Контакт был осмысленно проведен на религиозном уровне Первоначальный контакт иногда происходит за месяцы, а то и за годы до того, как контактер полностью вовлекается в какое-нибудь событие Маленькие дети часто обладают очень высоким показателем спиритической мощи Вот почему дети являются превосходным материалом при контактах Вот почему НЛО, призраки и полтергейсты так активно ведут себя по отношению к ним Страница 272 И вот выбрав трех маленьких детей из Португалии, они начали притворять в жизнь свой тщательно разработанный план И вся ситуация была задумана так, чтобы она согласовывалась с предстоящими впоследствии инцидентами с НЛО Слова Пресвятой Девы, переданные детьми, настолько соответствовали католическим канонам Что это произвело сильное впечатление на священников Так как было бы весьма сомнительным подозревать крестьянских детей в глубоких знаниях теологии Однако все разговоры Девы были, по-видимому, таким же отвлекающим маневром Как и бесконечные рассказы современных экипажей НЛО о жизни на других планетах Фотографии объекта исчезли Основные пророчества скрыты ото всех А сама Лучия ушла в монастырь Страница 274 В наше время происходит еще немало чудес, типа того, что наблюдалось вблизи Фатимы С 1937 года по 1945 существо, назвавшее себя королевой вселенной Более ста раз появлялось перед четырьмя девочками в возрасте от 12 до 14 лет Из крохотной немецкой деревушки Хеет Гитлер сам был транс-медиумом и находился в контакте со злобными существами Подсказывающими и направляющими его политику геноцида Гипсовая статуя Божьей Матери Сиракузи, Сицилия Неожиданно 23 августа 1953 года Начала плакать настоящими слезами В других случаях со статуей и картин Начинала капать настоящая человеческая кровь В воскресенье 18 июня 1961 года Четверо девочек испанской деревушки Гарабандал вдруг увидели ангела Он был окружен мерцающим заревом и растаял в воздухе, не произнося ни слова Начало повторяться чудо Фатимы буквально во всех деталях Вскоре после первой встречи с ангелом Девочки начали впадать в транс Дева появилась в сопровождении двух ангелов У девы были длинные и тонкие руки Удлиненное угловатое лицо с ядрящным тонким носом И неизвительными узкими губами Она оказалась довольно высокой Ее темно-каштановые волосы были распущены Как видите получается классическое описание длиннорукова с длинными пальцами Обитателя НЛО На правой руке девы девочки заметили квадратный рубин Обрамленный треугольником С какой-то надписью выполненной буквами восточного типа А на треугольнике был изображен глаз Во всех этих случаях ангелы подозрительно похожи на наших знаменитых Смуглых маленьких парней с летающих тарелок Многие сообщения переданные девой Настолько скрупулезно соответствуют католическим догматам Что могут быть поняты лишь хорошо подготовленными теологами Так в сообщении от 18 октября 1961 года Переданном девой через девочек говорилось Мы должны принести еще много жертв И долго находиться под эпитемьей Мы должны посещать святые места Но самое главное Должны быть праведными Или на нас обрушится наказание Чаша уже переполнена И если мы не изменимся Очень суровая кара падет на нас Эти строгие предупреждения о том Что деятельность человечества вызывает сильное неудовольствие Ультрасуществ Если в религиозных сообщениях содержатся туманные угрозы Наказать весь мир То информация с НЛО сформулирована более четко Прекратите жонглировать атомными бомбами Или мы парализуем жизнь на вашей планете Вопрос к православным Насколько наши чудеса, массовые, мироточения икон Отличаются от католических Кто сумел увести народ от ясного евангельского учения И создать совершенно новую религию Под названием православие Не имеющую ничего общего с Евангелием Кому это выгодно? У большинства современных верующих Называющих себя православными Вера не просто не евангельская Но прямо антиевангельская И главная вина за это падает на иерархию Народ ищет ответа Руководство не у Бога И не из Библии Но у грешных людей Взявших ключи разумения Горе вам законники Что вы взяли ключ в разумение Сами не вошли И входящим воспрепятствовали Лука 11 глава 52 стих Столетиями велась ожесточенная война На востоке и западе против Библии И против богослужения На родном понятном языке Смотри Слово Божие Священное Писание И так бодрствуйте Заключительным событием Всех этих подготовительных чудес У православных у католиков Будут чудеса антихриста Выдающего себя за Бога Ибо когда мир своей мудростью Не познал Бога в премудрости Божией То благоугодно было Богу И уродством проповеди Спасти верующих Ибо и иудеи требуют чудес И елены ищут премудрости А мы проповедуем Христа Распятого для иудеев соблазна Для еленов безумия Для самих же призванных Иудеев и еленов Христа Божией силы И Божию премудрость Потому что Немудрое Божие Премудрее человеков И немощное Божие Сильнее человеков Первое послание Коринфянам Первая глава С 21 по 25 стихи Все на сегодня Ну и как? Хороший материал? Слава Христу! Материал богатый? Да Ну вот Это я почему так много времени потратил Солок лет материал собирал После нее у меня симфония Она не каноническая И сдать более трудно было Корректоров не могли найти 18 человек проверяли И бросили Вот это все позади Все вам в наследии остается Нападали там Которые свистели Кричали Улюкали Вот возьми Архиерея приехала И все По крайней мере на этот день Они уже замолкли Так они сейчас на него начинают Как он показал Говорят Стучат рогами Чудо бог сотворил У нас очень трудно были отношения С прежним Епископом Он сейчас в Ельце Максим был Он бы был митрополитом Если был по-другому А так Епископом остался В дыру там загнали С Алтай Алтай Это жительница Это богатая епархия Огромная И вот Сказали бы Заменить его другим Ну как заменишь Это же патриархия А вот Бог так все сделал Тот начал делать ошибку За ошибкой Знарекания Перехранил Когда он Антоний Епископ Никого не уведомил На него поднялись И прокуратура И Губернатор Карлин был Будто бы сказал Сказал патриарху Или кому-то там Передали Чтобы его немедленно Убрали отсюда И вот сразу же убрали А вот прислали Такого тоже Епископа Даже архиеписком До дня Наверное не было Сразу в митрополиты Тот говорит Ни одного Собрания Совещание Перехиального Не начинал И не заканчивал Чтобы нас Не вспомнить А вот Там все наоборот Наш как-то Человек там был Недавно Ну недавно Месяц может назад Ну не нашей общины Но знакомый где-то Я говорю Я стою в двери К кому-то пришел И слышу Архиерей Вот этот вот Разнос там дает Батюшкам Почему на благовестие Не идете Ни Евангелия Не раздаете Как Игнатий Тихонович Вы дождетесь Что жить Не на что будет А тот сразу мне позвонил И говорит Вот это да Объявление наше О лагере Они срывать Посылали Семинаристов А этот Внутри Прям на дверях Самого храма Под колокольней Все лето Висела Никто не пришел Но самоотношение То какое И вот вы его Когда посмотрите Встреча идет Как он С поцелуями Приезжает С поцелуями Выезжает Ну один день Два Как-то Ну ведь это Сколько лет У нас Эта дружба Идет Насколько он Искренен Все грозятся Убрать его Отсюда Куда-то там Не знаю Вот член Синода Ну молимся Чтобы Господь Оставил его Пока Вот оставил Вы сегодня Посмотрите Обязательно Литургия Какая была Ну а слово Там я говорил Это уже Как бы отдельно Выделили ролик Ну вот так Молитесь Чтоб все было Хорошо У меня что-то Последние дни Какие-то Неприятности На Ютубе Внезапно Выкинуло Меня Почему-то Вчера Ну ладно Вячеслав Семенов Тут долго возился И все-таки Обратно Поставил То Диск Никак Не открывается Я приехал В воскресенье Это позавчера И ко мне Приехали сюда Программисты Меня подцепили В ночь Я Куда глядя на ночь Я не выхожу Не разговариваю Машину подогнали В машину Меня посадили Утащили в город Я говорю Город Ночь Ничего вы не знаете Это предприятие Работает круглосуточным Там где нужно Заменить В прошлом году В прошлом году Мне флешку Новую купил Программист Наш Ну все надо Я осенью Вытащил Положил в стол Оказывается Она у меня в столе Лежала 8 месяцев И за каждый месяц Высчитывали по 500 рублей Вот штука какая Как все любят Денежки И сказали Лучше симку выбросить Купить новую А новую Это надо паспорт И меня повезли Чтобы На меня все оформить Вот такие люди Заботливые А симку эту Я не знаю Куда теперь одевать Она маленькая Там ноготок А продают Там Ну коробка Прям большая А когда разобрали Там один картон А там всего ничего Может быть наша душа Тело весит Полтора центра А душа там Полтора грамма Как-то умирал Человек Говорят Под колпаком Ну Уже никак Туда не попадешь И Сколько он весил Когда дышал И как только Последнее дыхание Весы качнулись Я сейчас не знаю Сколько Ну еще-то 6 грамм Кажется меньше Стало весить И тогда решили Что душа весит 6 грамм Вот Такие фокусы бывают Потому что Если он был Как Под стеклянным колпаком Барракаметра Барракаметра Воздух туда не подавался Ничего нет Тем воздухом И Стоял одинаково Все Здесь целый день Все одинаково У него Воздух переработанный Ну По закону Который открыл Ломоносов Закон сохранения Веса веществ Они не исчезают Вот дрова Допустим Мы сожгли Если взвесить Тепло Оно взвешивается Луч солнца Оказывается Имеет вес То никуда Ничего не делается Тепло Все опять То же самое Золы Сколько И сколько До этого весило Грамм в грамм Сходится Никуда Ничего не исчезает Вот тоже Законы какие И вот Господь дал Такой вот Приезжает Владыка Как праздник Для нас Какой Вчера он опять Был у меня Где там Первый раз Он зашел В скворечник А здесь Был вот в этом Где я сижу Сейчас 3 февраля Когда батюшке Было 40 лет В священном сане А там Пошел К Володе В дом Где Мужское отделение Все Заинтересно Ну я уж не стал Их тащить По лестнице Голубям Сверху Посмотрите И ребятишки Такие Которых Ну это я называю Семинаристы Спокойные Самая беспокойная У нас была Гликерия Ну все Это позади Все перетерпели Мы составили сценарий Такой Я тут Буду ставить его Она Нарушений много делает А баба Надя-то Ну не может За ней присмотреть Ну как с ней быть Ну и решили Тут же назад Ее отправить Раз она не слушается А она уже Уперлась Я хочу остаться Ей говорят Неправильно ведешь Я говорю Давайте так сделаем Вещи собирайте А ее там Ты отдельно с ней работай Чтобы она подошла И она просилась Подходила ко мне Но надо чтобы Открыто подошла Как говорится На камеру А она девчонка Эти там Еще две девчонки были Они с ней в это время Играли И она Я домой хочу То есть она перевернула Кверс ногами Она всех нас обошла Все наши сценарии Все потоптала Так интересно Теперь нам еще Все менять Режиссуру То все Но я говорю Тогда припомнил Ты ко мне подходила Просилась А я домой Дескать хочу Но ты просилась Вчера-то Поэтому то утверждаю Я не сегодняшняя Ее сумки Тряпки Назад отдали А она тут же Все это забыла Как будто не просилась И тут же начала играть Ту же минуту Это все заснято А теперь там Себя провозгласила Начальником Начальником деревни Теперь я Говорю Дядя Игнатий уехал Я главный начальник здесь Пять лет девчонке Вот эту энергию В нужное дело Направить Поработать Вот поехали На пруд Ну за каждым шагом Следи У меня Тоже искушение там было Идем по берегу Я показать Поехал соленый Который сюда везет С которой я уехал Обратно Мне надо пруды проверить Как А Володя сделал плод Набил мешки Бутылками Под низ И плод хороший Там четыре человека Свободно могут переплывать Но мне охота Как людям Хорошо сделать Только давайте К берегу Причаленный Садитесь Большой шест Я маленько У вас тут Круткобыт Как-то было Можно заснять Ну а кого у меня В кармане аппарат Снимать некому Алена зашла И все Я с ней ничего не могу сделать Мы отплыли А там глубина Три с лишним метра Она по краю Этого плота Чуть не кверх ногами Ходит Да что ты делаешь Двикерия Я веслом Подниму выше ее А весла Вода течет на нее Пока она там Отряхается То я в это время К берегу Оттолкнусь Это упадет У меня в кармане Аппаратура Погибнет Если я в воду Прыгну за тобой Я Володе сказал На плоту Сделать порыще Вокруг По периметру Прибей баклажки Какие там Просверли А сверху Крепкие Жерди Чтобы щелк Упал Ухватить А сейчас Еще за голые доски Кое-как Пристали к берегу Я так сам себе Понял Что Перехватил Лишку А хорошее Хорошее А не рассчитал На гликерию Она у меня С плотом С плотом Перевернула Была И там Где были Там Обрыв Крутой Там Она по самому Обрыву Идет Но там Обрушивается Еще не утоптана Земля Она ничего не знает На шлюз Пришли Она там Уже перескочила По жерди Как котенок Идет Ой Девка Ну и вчера Она тоже Залезла туда Я говорю Никуда не сходить Из защищек А им надо Перышки Наголубят Она как Юрок Туда-сюда Везде Все перышки Ухватила И с тобой Какая-то У ней Фигуристая Как кувшинщик Привязана Она туда Их сразу Положила Деловая Такая Вот пришла Домой И Надежда Васильевна Говорит И стала Плакать Господи Да почему Я такая Вредная Что ко мне Так хорошо Относятся Я все Не так Делаю Да почему Надо же У ней Покаяние Примерное Вот тебе А гликерия Гликерия По-русски Это лукерия Ну вспомни Поднятая Целина У Нагульного Была Такая Бойкая Она там Еще Давыдова Соблазнила Председателя Колхоза Вот так А у ней Бабка была Гликерия Володина Мать Она не бабка Была Прабабка И вот В нее Назвали Гликерия Это мы День один Побыли Там И сколько Всего Видели А Володя Еще и Баньку Истопил Уже В потемках Все зажег Ну Володя Ну я не очень-то и торопился Но пошел Рубашку постирал Вывешал Вот так Побыл А кошки Которых увезли Пять кошек Надежда Васильевна Взяла котят Когда слепые были Я говорю Выбирай какие надо Она двоих выбрала Они четыре Котенка были Один черный Один полностью серый Не пятнышко Один белый полностью Один рыжий полностью Ну оставили Рыжего до белого Она взяла Говорит В городе у меня просили А никто не просит И они у нас остались Они нам не нужны А такие они справные Володя кормит хорошо Там молоко Все это есть Мышей ловят Ну прям Как колобки Какие катаются Пушистые Мягкие Такие Они меня окружили Пять кошек В одном доме Ну шикарно Надо думать Кому надо теперь Да еще Рыжая со мной Живет Шестая Да еще Трех мы Прикормили Кормили здесь А к ним Пристал один Еще четыре Здесь Подпали Каждый день Кормлю К нашим Получается Десять кошек Еще Зурели Ну прям Даром бы отдали В хорошие руки А кошки Такие Это боязливые Дикие были Здесь черные А сейчас На шаг Нет Вчера я сел Они на колени Все скачут ко мне Дикие Нищие Кошки Это их гоняют Ну кому они нужны А есть такая Через один дом Такая Ну средних лет Женщина Она к нам Подворота Там разные Чашечки подсовывает Чтобы покормить Но когда я здесь Они не идут А без кошек Амба нашему амбару Каюк уюту В наших погребах С мышами Бой ведем Мы с ней На пару Чтоб с голодухи Не пришлось рыдать У меня стихотворение На песню положено Для многих Кошка Не последний друг Египетское чудо Совершенство У ног моих Свернулась Спящий круг И греет Электрическую шерстью А таки Кошки спеть Ну ладно Вопросы Есть нет Игнат Тихонич Ну а если Вот так потихонечку Метрополитов Здорово Живите богато А мы уезжаем До дома До хаты А сейчас говорят Будьте здоровы Живите богато И если вам хватит На месяц Зарплаты Люди Есть веселые А пока Юмор в народе Есть Он не умер Народ А то у старобрядцев За 300 лет Ни одного Юморного слова Нет А есть Такий юмор Ну Интересный У нас есть Такая молитва Благодарю тебя Господи Что послал хлеб Мне Все необходимое Доешь И мне Насыщен И он Единок шел Благодарим тебя Христе боже наш Яко насытил На нас земных Твоих благ Вот так И до встречи Медведь Он как Взмолился Господи Да Сделай так Чтобы Лев то был Как человек то А он на лапы Встал Благодарю тебя Господи Что пищу Мне послал Лев начал молиться Ну Это не придумаешь Даже Пища то Из монаха Ну Может и не было Так Есть такие вещи Очень интересные Рассказывают По делу И через это Можно что то Взять для себя Они все время Надуты Некоторые так Судили В Антоне Кажется было Монахи Вечно сидят На берегу Там Камыш шумит Легкая реп Такая И вот один подошел Издалека шел Слышал Какой он Суровый Все о царстве небесном Думает Земное прах И пепел А он что то сидит И сказал И монахи Заволыбались Не смеялись Конечно Не грохотали Ха 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 И он сидит Голубь опустил Он сразу голову Повернул на него И говорит Брат Ты издалека Да Ты наверное Соблазнился Что вот Мы сидим На берегу И улыбнулись Да я слышал Вы такие строгие Вы Улыбнулся Он говорит А кем ты был Он говорит Охотником А у тебя лук с собой Конечно Он взял лук И говорит А ну-ка давай Снова питьеву натяни А еще сильнее Ну тогда Сильно стреляем А еще Больше нельзя Иначе он сломается Ну вот так Ну вот так и характер Человека Сегодня строго Завтра строго Ну надо Валенька разряд Кудать ему Показать на облака А то монахиня У Нила Самые красивые закаты Нил Река И она 35 лет Жила на берегу Выходила Там мыло Еще надо И ни разу Не взглянула На закат Чтобы не соблазниться На закат солнца Да где это видно Когда мы считаем Псалтырь Последний псалом Звезды Дохвалят Господа Луна Дохвалит Господа Аллилуйя Все хвалит Ну посмотри Научись А то на звезды Смотреть нельзя Соблазн Это не по слову Божию Звезды Как путеводители В пустыне По ним Время определяют Надо знать Писание И Писание Тебе сделает Другим Вот у нас мама У нашей мамы Их нас было 12 детей Двое Младенческие умерли Остальные 10 все выросли И она Дома Отец инвалид Безруйки Его надо еще утром обуть Не может сапоги натянуть Вот Десять детей Косить Корова Это все сама мама А мы подрастаем Тоже там Кто с чем косит Где-то И она в колхозе Еще 12 коров Три раза в день Три раза в день Вручную Это вообще Даже никто не поверит Сегодня А кроме этого Вечером Как подали корову Поужинала Пришла И сразу Идут на ток Ток Где обрабатывают зерно И там Такая машина Была проверила Две женщины Друг против друга Других там стоят И за ручки Этим Вот так вот крутят Он тяжело Шел там Решета Шатаются Ну они уже смотрят Там Часов 12 И все бабоньки Конец Пшеница Варахами Упадет И тут уснула Первая встанет У меня мать И говорит Смотрит звезды Орион Они не знали Как назвать Назвали кичиги Три звезды Одна за одной В ряд идут На равном расстоянии Ой девоньки Кичиги То уже вон куда повернули Это уже часа 4 Все поднимаются И идут доить коров Чтобы их Когда выгонять Так свою надо дома Пока Подоить-то Да ребятишек Столько-то И все успевало А как декретный отпуск Я с мамой пилю Дрова вручную А насчет Сынок я не могу Маленько Подожди меня здесь Ушла Ушла в сарай Я слышу Кто-то кричит Я хорошо слышал Я схватил молоток И туда У меня там капканы стояли А она говорит Сбегай сынок За кощих А она повитуха бабка была Тут я Мальчишку опять нашла Вот и беда какая-то Ну побежал я Это у нее Какой декретный Нету А после Когда родит Самое больше Три-четыре дня Все опять на работу И мать говорила Разженится Две недели По краю могилы ходит И главное Ни одного ребенка Больного нету Босиком Снег выпадет По первому снегу Еще босиком Вот Бог Это все дает И мать прожила Все-таки 86 лет А бабушка Та 96 Жила Я вот Осталось Немножко 10 июня Будет мне Ровно 80 Никогда не думал Что я доплетусь До этого рубежа Зачем Сам не знаю У меня как-то было Четыре месяца До 70 лет Оставалось А тут С ГТРК Прислали Хорошего Режиссера И он у меня Вот здесь сидит Ну и интервью Берет Пишет Но я говорю Павел Васильевич Мне осталось Четыре месяца Я ухожу домой А мне 70 лет Написано Жизни лет Человеческой 70 лет А при большей крепости 80 лет Как? Еще умрете что ли? Я говорю Четыре месяца Да вы что Да такие слова Да тут Да разве можно так говорить Да что Испугался Писание говорит Я это знал Что родился Что я смертный Понимаешь Везде Учителя Вокруг нас И Писание И птицы И пчелы Пойди ленивец К муравью И посмотри Как он трудится Не имеет начальника Но вовремя все делает Ленивец Пойди к пчеле Как она любима всеми Это Шестая глава Притчи Соломона Ведь это же так Поэтому глаза Надо открытые держать Муравьи Вот смотришь Они начинают Входы запечатывать А это дождь будет На 100% Они знают дождь А у нас Барометр даже Еще не показывает Ласточка летает Если она низко летает Я не вижу Не мошку Не давление Давление Прижимает Мошка рук Книзу А она мошками питается И мы видим Ласточка Она прямо перед Самой землей носится Это означает Будет непогода Сырость А если летает Высоко Потому что Давление меньше Воздух нагретый И мошка поднимается Кверх Она ловит А мы определяем По ласточке Она летает высоко Ну глаза Открой Ты увидишь Мы окружены Какой милостью Как цветы себя ведут Как закрываются Вовремя В деревне Земля Не зря Столыпин Петр Аркадьевич Говорил Земля несет Рабственное начало А то Работы Нигде нет А в Алтайском крае Свободной земли Было Перестройку 1 миллион 200 тысяч гектар Государство Вот первые Взяли пустырь Лопату И стали копать А потом техника Появилась А теперь комбайны Есть Ничего не было Совсем ничего Одна палатка Глину стали Вытаскивать На себе таскать Саман делать Соседи Директор узнал Ой-ой-ой Вы что мужики Делаете-то Ну как что Ногами месим Глину соломой А на следующий день Какой-то приезжает В садик на коне Следственный говорит Вот вам конь Звать его Изумруд Батюк говорит Откуда он Да соседний Игонин Валерий Григорьевич Там главный Зоотехник был Он прислал вам И в то время Он кажется Уже директором был Да как так Ну а потом Он там Нападали его Как Там Подешевле И конем Чтоб топтали Вот бог сделал Да ладно Он больше года У нас жил И враги позавидовали Когда он рядом Прямо Перевязан был Штырь железный Воткнули в него И погиб Жеребец И все-таки Мы выстояли Почему? Благодать Божия Милость Божия И враги замолкли Никого нету И Как-то стали строить Дома Замгубернатора Один приехал Другой И Регистрацию дали Ну и все идет Почему? Молимся А теперь храм Первым делом построили Потом дома начались И теперь Худо-бедно Я не знаю Домов 16 уже есть Ну у нас условия какие Кто думает Поселиться Должен доказать Что не лжет Не пьет Не курит Не матерится Не ворует Я в краевой администрации Сказал А женщины сидят Там работники Какие-то Так у нас Тут такого Ни одного нету Статистика Вся врет Говорит Мы знаем Женщины Говорит Матерятся По чем свет Мужики курят Ну вот Значит не для вас Ну все С Богом С Богом